Здравствуйте! С вами Жанна Фетисова и я рада видеть вас на своем канале. Ролик этот я снимаю уже пятый раз. Да, действительно, это какое-то чудо, такое со мной впервые. По какой-то причине моя редакционная программа, в которой я работаю, редактирую видео, сошла с ума, передала всем нам привет и стерла все варианты редакции этих роликов. Снимала я пять раз, и пять раз она стирала. Но надеюсь, что в этот раз все получится. Сегодня хочу рассказать вам об уходе и почему я думаю, что этот ролик будет полезен всем женщинам и девушкам с различными типами кожи. Потому что у меня кожа чувствительная. И когда я училась в институте, она у меня была смешанная, то есть более в жирную сторону склонная. Когда я примерно в том возрасте, когда я родила ребенка, кожа у меня стала нормальная, как ни странно, то есть она стала более сухой. И сейчас она еще более стала склонной к сухости. То есть я прошла все этапы от смешанного жирного до нормального и теперь уже до сухого. То есть я каждый раз, когда я подбирала себе уход, это был каждый раз разный уход на разном этапе моей жизни. Поэтому об уходе я знаю много, поверьте мне. Давайте сконцентрируемся на средствах, которые я подобрала для себя. Это будет летний уход. Он, как вы понимаете, сильно отличается от осени, зимы и весны. Потому что летом солнечные лучи, то есть там будут специальные средства, которые будут защищать от солнечных лучей, а также будут специальные, более, так скажем, облегченные структуры в уходе. Но и будет хорошее дополнительное очищение. Сейчас мы начнем с очищения. Это средство от Невея. Средство для снятия макияжа с глаз. Водостойкий эффект в том числе. Не щиплет глаза, у меня чувствительное, его нужно взбалтывать. Ну и все похожие средства довольно однотипно. Хорошо, быстро снимают макияж. Я накладываю их на два ватных диска, прикладываю к глазам. И затем уже снимаю макияж. Перед тем, как снять весь оставшийся макияж с лица. Далее я использую вот такое вот масло гидрофильное. Это масло от фирмы Mizon. Вот так оно выглядит вблизи. Это корейская косметика. Чем оно отличается от обычной смывки, от воды мицеллярной, от геля? Тем, что это действительно самое настоящее натуральное масло. В данном случае сойбин. То есть это соевых бобов масло. Оно имеет нейтральный совершенно аромат. И оно прекрасно снимает косметику. То есть это корейский метод снятия косметики. Накладывается оно на сухое лицо, массируется. В этот момент я как раз делаю свою гимнастику, которую я вам показывала в своем ролике, для того, чтобы убрать мимические морщины. Да, была такая специальная гимнастика. Посмотрите, пожалуйста, его, как справиться с мимическими морщинами. Делаю я эту гимнастику 2-5 минут. Ну, в зависимости, в общем-то, от наличия времени, сил. Это этим я снимаю макияж на сухое лицо. Почему она называется гидрофильм? Здесь специальный состав, который позволяет ему затем почти полностью смываться с лицом под воздействием воды. То есть далее вы добавляете немного воды на руки и массируете еще примерно минуточку уже влажную кожу. Оно превращается в такую водную, молочнообразную такую эмульсию и затем смываете его водой. Практически весь макияж у вас очищен. Жир, вступая с кожным жиром, то есть масло, да, вступая с кожным жиром, прекрасно вытягивает, очищает все поры. Особенно тем, у кого забитые поры, у кого есть проблемы с жирной кожей, с расширенными порами, эти масла просто замечательно будут работать. Обратите на них внимание. Лично мне это очень помогло подчистить мою кожу. Далее, после того, как я сняла макияж, умылась, да, я использую для доснятия макияжа вот такие вот пеночки. В данном случае это пеночка The Sim или Siam, как ее называют, Siam, корейская тоже фирма, прекрасная пеночка с улиточным муцином. Прекрасная глубокая очистка. Имеет она такую вот, как вы видите, текстуру молочную. Она, однако, прекрасно взбивается в душ, на раковину, на кухне. То есть везде у меня стоят эти средства, везде, где есть раковина. Поэтому призываю вас сделать так же, если у вас всегда есть искушение не умываться. Как только я сняла полностью весь макияж с помощью этих очищающих средств, то есть в три этапа, с глаз, с лица маслом и далее с лица специальной пенкой, я приступаю, если это утро, и мне нужно нанести макияж, да, опять, то, соответственно, я использую вот этот 3-second starter. То есть это гиалуроновая кислота. Это такой вот гель. Он очень густой, ну, по сравнению, по крайней мере, с обычным тоником. То есть это увлажняющее вещество. То есть теперь мы уже начинаем увлажнять нашу кожу. Ну, он прекрасно впитывается. Если говорить об увлажнении, то это одно из самых замечательных средств. Использовать его можно как днем, так и утром. Он прекрасно ведет себя под косметикой, если дать ему некоторое время впитаться. Вот так он выглядит. Их существует три вида. От холика-холика. Гиалуроновая кислота. Есть витаминный с витамином С, оранжевый такой. И есть, насколько я помню, коллагеновый. Мне нравятся все три. Если я не наношу никакой далее макияж перед сном, я могу воспользоваться вот таким увлажнителем. Это увлажнитель от Хадалаба. Найти его можно во многих сейчас местах. В подружке в том числе. И, соответственно, этот прекрасный увлажнитель. Тоже с гиалуроновой кислотой. Но он уже более жидкий. В виде такого вот молочка. Видите, он капает уже более жидким. Вот так он прекрасно разносится и тоже прекрасно увлажняет. То есть гиалуроновая кислота уже в правильном распределении, в правильном составе. Гелеобразная такая легкая молочная текстура, которая прекрасно впитывает лето. Поэтому летом, как вы видите, мои увлажнители довольно жидкие и легко впитывающиеся. И, соответственно, сыворотки, которые не содержат кислот. То есть активных веществ, которые сильно истончают нашу кожу и делают ее более подверженной пигментации. Итак, летом можно пользоваться серумами с витамином С. Также кремами с витамином С. Если, конечно, у вас нет никакой аллергии, обязательно попробуйте их на каком-то открытом месте. Возможно, здесь или чуть выше. Попробуйте и примите решение, можно ли вам этим пользоваться. Ну, по крайней мере, у меня с моей чувствительной кожей даже на этот серум нет аллергии. Я очень этому рада. Это серум от фирмы Джейсон. Hyper-C серум. Здесь правильная форма витамина С. Дает он, естественно, антиоксидантный уход, который помогает нам бороться со свободными радикалами. Думаю, что вы об этом знаете. Это то, что выравнивает хорошо цвет лица. И дает, соответственно, надежду на будущее, на то, что наша кожа будет дольше сохраняться в молодом подтянутом состоянии. Под глаза от Lancome. Пока не вижу очень больших результатов от этого серума. Но надеюсь, что все-таки он будет. И курсом до конца его использую. Аппликатор жесткий, металлический. И довольно приятная по ощущению консистенция самого этого средства. Довольно быстро впитывается. Ну, что могу сказать. Хороший увлажнитель. Не более того. То есть никаких видимых, невероятных каких-то, может быть, результатов я пока не заметила. Буду тестировать дальше. Потом обязательно с вами поделюсь. Вещь недешевая. Поэтому будет очень обидно, если не будет никаких результатов. Кремы под глаза. Я наношу их сразу после того, как воспользовалась сыворотками. Да, в чуть-чуть сыворотка. Может быть, минуты 3-4 впитаться. У меня два крема под глаза. Один я использую днем. Вот такой замечательный крем от Суи W Клиник. По-моему, я показывала его вам в ролике о экстренных способах реанимации кожи. И у него довольно приятная, гелеобразная такая вот текстура. Смотрите. Он очень быстро впитывается. Он хорошо увлажняет. И он чуть-чуть подтягивает и слегка холодит кожу. У него приятный, ненавязчивый аромат. Это японская фирма. И вот здесь, видите, снежиночки. Он действительно немножко увлажняет кожу. Он с коллагеном. Хороший крем. Мне он нравится. К тому же в тубе 40 грамм. Это огромное количество. Считаю, очень экономичной покупкой. Хороший. Далее. Вечером я наношу под глаза более насыщенный крем. Это крем от Revival Lab. И этот крем For an Eye Cream. То есть это крем для зоны декольте в том числе. И для зоны под глазами. Именно эти две зоны нуждаются в дополнительном увлажнении. Масляном таком густом увлажнении. Опять же, если у вас нет отеков, будьте внимательны с этим. Что в нем хорошего? Ну, во-первых, вы видите объем. Здесь тоже 40 грамм. Во-вторых, хорошие сроки годности. Приобретен он был на Arherb. И обратите внимание, какие у него прекрасные масла внутри. То есть это видно по натуральному желтоватому цвету. И вот по такой маслянистой текстуре. Текстура действительно очень приятная. Аромат ненавязчивый. Я не люблю слишком яркий аромат. Смотрите, он прекрасно впитывается вне зависимости от того, что он довольно масляный. Он прекрасно питает кожу под глазами, и кожу шеи, и кожу зону декольте. Его здесь целых 40 грамм, как я уже сказала. Это очень выгодно, на мой взгляд. И действительно, да, кожа после него очень напитана и увлажнена. Утром я на это обращаю внимание. Это первое, что бросается в глаза после использования вот этого крема. Очень советую вам его попробовать. Здесь у меня два крема от Vichy. Это Neovadiol и Lift Active. Lift Active я использую днем, потому что он дает довольно такой матовый финиш. Быстро впитывается. У них немножко химические ароматы, конечно. А теперь по поводу Neovadiol. Он более такой густой. Имеет хорошую, приятную, густую текстуру. Половину я уже использовала. У него такая приятная насыщаемость кожи маслами. То есть, здесь содержится уже более богатый состав. Он не дает матового финиша. Он дает хорошее увлажнение на ночь. И он не тяжелый. То есть, сейчас летом я как раз порадовалась, что вот у меня он есть. И, соответственно, на этот крем Lift Active прекрасно ложится косметика. И поэтому единственное, что советую вам дать ему немного впитаться. Он более такой гелеобразный. Он быстрее впитывается, чем магистраль. Но, в общем-то, не мудрено. Он для дня, по сути, и приспособлен. Он слегка дает такой подтягивающий эффект. Приятный. Очень быстро. Вот видите, уже практически он впитался. И кожа будет матовой смотреться. Что, в общем-то, нам и нужно в жару, по сути. Если мне не хватает увлажнения, я буду использовать отдельно крем для лица. Как утром, так и вечером. Это профессиональная косметика Йонка. Приобрела мне для меня эту тубу с кремом здесь целых 100 мл. Моя косметолога, за что я ей очень признательна. Называется этот крем Hydra One. Он хорошо, очень увлажняет. Здесь гиалуроновая кислота и набор масел. По аромату этот крем очень похож на аромат Clorans масла с орхидеей. Думаю, что вы такое знаете. Сейчас я обязательно покажу вам его в дальнейшем. И этот крем прекрасно питает и увлажняет кожу одновременно. Однако, поскольку здесь большое содержание гиалуроновой кислоты, не советую вам наносить его под глаза. Вообще, чтобы он туда не попадал. Очень советую наносить какие-то кремы вначале под глаза, а потом уже использовать кремы для всего лица. Вот так фирма выглядит Йонка. Крем для зоны декольте. Он прекрасно впитывается. Здесь целых 100 мл. И в отличие от вот этого крема, который идет по люксовой цене, в 5000 рублей примерно, этот крем будет стоить 100 рублей. Да-да-да, вы не ослышались. То есть, это вполне реально. Такая стоимость. Он очень хорошо впитывается. Он имеет приятный такой фруктово-ягодный аромат. Называется он антигравитация. Вот такой забавный у него название. У него очень приятный, не блестящий финиш. То есть, вы можете на зону декольте, на грудь наносить его на шею и утром, и вечером. Прекрасная альтернатива дорогим средствам, подтягивающим и увлажняющим. Для ухода за взрослой кожей замечательно. Обратите внимание, присмотритесь к этим кремам. Я не была в макияже. Я могу использовать вот такой вот тоник. Healing Tea Garden от The Sim. Опять же, мы можем произносить это каким угодно способом. На азиатский манер, в ИСИАМ. Или на английский The Sim. И Эй читается как И в английском варианте. Но да ладно, это не столь важно. Важно, что это очень хорошее средство для очищения и дополнительного увлажнения кожи. Оно не смывается водой. То есть, его не нужно смывать. В отличие от различных мицеллярных. Хотя работает оно очень часто, тоже как мицеллярная вода. То есть, явно на диске остается вся пыль, которая прилипла к вам в течение дня. И я использую его в те дни, когда я бываю дома, работаю дома. И хочу дополнительно очистить свою кожу. Прекрасно увлажняет, с белым чаем снимает воспаление. Замечательная корейская фирма. Это незаменимые помощники в летнем уходе. В моем, по крайней мере, вам советую тоже их попробовать. Это гель с алоэ вера. Есть он во многих компаниях. У меня, в частности, и не ел компания. И, что удобно, он с распылителем. Вроде бы кажется, что это гель. Но на самом деле он вот таким вот образом вылетает. И, соответственно, получается жидкость. Очень удобно разносить на лицо. На чистенькое лицо вполне возможно, если есть какие-то воспаления. Очень быстро снимает их. Алоэ вообще славится тем, что снимает воспаление, вы знаете. И также он прекрасно снимает воспаление, даже когда у вас есть макияж уже на лице. И, кстати, привет Алене, которая задавала у меня вопрос по поводу закрепления макияжа. Этот гель, в том числе, прекрасно схватывает макияж и чуть-чуть такую вот пленочку создает из алоэ. Она держит прекрасно макияж. И второе незаменимое для моего летнего ухода средство. Это крем Клоранс с UVA и UVB защитой в размере 30. Это вполне городская защита. Ее пока достаточно. Пока солнце не очень яркое. Если я поеду отдыхать, и когда я поеду, я возьму более сильное средство 50+. Но пока мне этого достаточно. Средство очень мягкое. Очень хорошо ложится на кожу. Полностью впитывается. И, как вы сейчас можете увидеть, не дает белый след, что обычно оставляют все похожие на него средства. Да, оно не сильно дешевое. Но, тем не менее, оно дает, вот видите, такой легкий блеск. Приятный, деликатный, нежирный. Скорее, такого хорошо ухоженного лица. Я бы прекрасно наносится косметика. Я обязательно его использую в том случае, если мое средство дальнейшее, тонирующее, не содержит никаких фильтров. То есть, он обязательный в моем использовании летом. Вот такие масла. Тут я могу сказать, что роскошь питания от L'Oreal почти повторяет масло балансирующее. Аромат Clorans масла с орхидеи. И также я вижу, что оно является фактически бюджетным заменителем этого масла. И для интереса купила его. Вижу, результат практически такой же. И даже оно менее жирнит, более, но больше даже сужает поры. Быстро впитывается, поэтому можно его использовать и утром, и вечером. Вечером поверх основного ухода, то есть поверх кремов. И утром уже непосредственно поверх сыворотки, которую вы наносите. Если вы, конечно, ее наносите, либо сразу непосредственно после того, как вы умылись вот каким-то похожим средством. Замечательное средство, мне они очень нравятся. Если есть какие-то проблемы на коже, например, есть какие-то подкожные воспаления, либо, да, и в сухой коже это тоже бывает чувствительное, я использую вот такой вот самый простой стоп-проблем, интенсивный уход. Здесь силициловая кислота в геле, что удобно. То, что, во-первых, она не дико сжжется, да, это не спиртовой раствор, здесь нет спирта. И ее можно нанести точечно. Смотрите, она не растекается. Это очень удобно, на мой взгляд. Мы знаем, что силициловая кислота прекрасно отшелушивает кожу, поэтому советую вам использовать не с бешеным количеством спирта, да, эти средства, а вот в таком более щадящем варианте, гелеобразном. Однако спиртовые такие лосьончики я тоже иногда использую, просто когда хочется, очень хочется, например, летом в очень сильную жару, что бывает теперь у нас в Москве нечасто. Ну, например, где-то на отдыхе очень хочется почистить, например, лицо после пляжа от песочка. И хочу поблагодарить вас за то, что вы были со мной. Спасибо огромное. Слоник помогал мне, мой любимый. И хочу обязательно попросить вас о том, чтобы вы не забывали делать комментарии к моим видео. По ним я ориентируюсь на ваши интересы, на то, что конкретно вы хотите увидеть в следующем моем ролике. Для меня очень важно взаимодействовать с вами, контактировать. Не забывайте подписываться на мой канал, будет масса всего интересного.